Слесарь по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования Оренбургоблгаза при проведении ТО выявил грубейшее нарушение правил установки счетчика на газ. К сожалению, в последнее время подобная ситуация возникает все чаще. Виной тому действие некой организации, которая пропагандирует свои услуги по установке приборов учета газонаселению. При этом фактически не имея статуса газораспределительной, не обладая аварийно-диспетчерской службой. Все эти технические тонкости пенсионерки Лидии Косаревой ровно счетом ни о чем не говорят. Она поняла только одно – счетчик надо переустанавливать. Хотя фирма, предлагавшая свои услуги, показалась ей серьезной. Пришла такая солидная женщина, солидно одетая. Говорит, я, ну в общем, тем более пора делать, ставьте счетчики, ставьте без конца. Я узнала, конечно, цену, потому что пенсия маленькая. О действиях этой фирмы население информировали. Прокуратура Центрального района Оренбурга в отношении данной организации возбудила дело об административном правонарушении. Пенсионерка хотела сэкономить, а получилось наоборот. Итог печален. Собственник квартиры берет на себя серьезную ответственность и реальный риск. Самое главное то, что в такой ситуации возможно воспламенение, соответственно, разгерметизация и все остальное, или инцидент, или же достаточно серьезная аварийная ситуация. Ко всему прочему, фирмы, размещающие объявления о своих услугах на подъездах, горожан умалчивают, что при отсутствии технической возможности, как, например, в этой маленькой кухне, согласно приказу Министерства регионального развития России, счетчик можно не устанавливать. Это закон. Ровно как и то, что работами на действующих газовых сетях могут заниматься только газораспределительные организации, коими частные фирмы, естественно, не являются. Сегодня в области такие полномочия возложены только на одно предприятие – компанию Оренбургоблгаз. Екатерина Платонова, Вадим Доминов. Наше время.